Здравствуйте! Уничтожение евреев во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны. Это вызвало скандал, это вызвало возмущенные замечания со стороны президента Польши, со стороны премьер-министра. Также впоследствии пресс-служба премьер-министра Израиля объяснила, что его неправильно поняли, что он имел в виду не то, что весь польский народ участвовал, а только отдельные лица, что не противоречит закону, который был принят, напоминаю, где-то примерно год назад, чуть меньше в Польше, который предусматривает уголовную ответственность за обвинение польского народа в пособничестве фашизму. На связи с нашей студией экономический обзреватель ТОН-ТВ Михаил Юровский. Миш, добрый день! Здравствуйте, Александр! Миш, ну вроде бы как бы вопрос удалось замять, вот этот скандал, но тут вот так получилось, что вновь назначенный министр иностранных дел, господин Кац, который попутно являлся главным железнодорожником страны и параллельно министром разведки, мы не знаем, что он там, конечно, натворил в разведке, но как он, так сказать, руководил железной дорогой, мы все на себе чувствуем, то есть поезда стоят, поезда опаздывают, и вот буквально там спустя пару дней, как его назначили министром иностранных дел, он решил плеснуть масло в вагоне, добавив, что да, все правильно, поляки участвовали, являлись пособниками фашизма. Сейчас разразился новый скандал, каковы его последствия, на ваш взгляд? Последствия на данный момент весьма неприятные, но я думаю, что они будут иметь краткосрочный характер и после взаимных каких-то нападок будут принесены какие-то взаимные разъяснения, может быть, извинения, может быть, кулуарные извинения, хотя Израиль вряд ли извинится за то, что, в общем-то, является фактом. И отношения вернутся, но очень обидно, что вот эта встреча Вышеградской четверки, которая впервые должна была состояться вне Вышеграда, вне Праги, Вышеград это район Праги, обидно, что она на данный момент отменена, и будет заменена какими-то встречами премьер-министра Натаньяо с представителями этих стран. Амеш, у меня вот такой вопрос. Бенемин Натаньяо сказал то, что он сказал. И, судя по всему, сказал он это абсолютно обдуманно, чтобы немножко, но он предполагалось, что будет недовольная реакция польской общественности и польского правительства, но, тем не менее, он сказал это довольно деликатно и все вроде начало уже успокаиваться. Зачем новоявленный министр иностранных дел плеснул масло в огонь? Мне сложно, конечно, понять, что творилось в голове. Я рискну предположить, что заявление министра Каца было более продиктовано какими-то личными и эмоциональными соображениями, чем профессиональными и рациональными, потому что он является потомком выживших в катастрофе, и очень часто можно слышать и видеть этих людей, которые просто теряют, поддаются своим эмоциям. Это вполне объяснимо. Я неоднократно это наблюдал. Это даже явление, неоднократно описанное в профессиональной литературе. И, в общем-то, вообще для израильтян и для евреев вообще очень чувствительная тема. Тем более, что часто очень смешиваются понятия пособничества, то есть коллаборационизм в деле уничтожения евреев в Холокосте и, собственно, организации проведения еврейских погромов с самими поляками уже после окончания войны. Например, тот же печально знаменитый погром в Едвабне. Это немножко два разных явления, но, тем не менее, оба они заканчивались, к сожалению, очень печальным результатом для нас. Миш, так если следовать вашей логике, то получается, что вновь назначенный, скажем так, министр иностранных дел, исполняющий обязанность министра иностранных дел, если он действительно поддался эмоциям и, так как вы говорите, просто не смог сдержаться, то тем самым он как бы расписался в собственной профессиональной непригодности. Не может себе позволить министр иностранных дел высказываться публично, руководствуясь только эмоциями. То есть, это абсолютно непрофессионально и абсолютно не подходит. Это, я бы даже сказал, создает угрозу безопасности государства. Ну, поскольку я не определяю критерии профессионализма для министра иностранных дел, для министра вообще, а есть немножко другие люди у нас, то я не знаю, насколько это будет являться маркером профессионализма или нет, но результат на данный момент для Израиля, он не очень приятен. Опять же, упомянутая мной отмена заседания Вышеградской четверки. И вполне возможно, что с точки зрения дипломатии, например, профессионального какого-то дипломата, это безусловная ошибка. А с другой стороны, мы не будем забывать, что он политик, и вот для его электората это вполне, в общем-то, нормальное замечание, которое, может быть, даже если бы он не сделал, это было бы минус в карму, скажем так, ему. Стоп. Вы знаете, мне, я думаю, что многим нашим уважаемым телезрителям, абсолютно, извините, конечно, за такое слово, абсолютно наплевать на карму господина Каца. Его назначили министром иностранных дел. То есть, на первом месте должны быть интересы государства, а его личные, шкурные, извините, опять-таки, за такое слово интересы, там, какой у него будет рейтинг, как к этому отнесутся там его избиратели на рынке, Маханэ и Иуда в Иерусалиме, да, меня это абсолютно не интересует. То есть, я настаиваю, что это непрофессионально. Теперь вопрос к вам, как экономисту. С Польшей и так очень напряженные отношения. Насколько это может отразиться на экономических отношениях с Польшей, и вообще на каком уровне они находятся в настоящий момент? Экономические отношения развиваются очень динамично, и давайте напомним или расскажем нашим зрителям и слушателям о том, что Польша пользуется имиджем таким и по праву имиджем европейского тигра, по аналогии с азиатскими тиграми, и такой европейский Китай. У них очень активно, например, тот же параметр, такой параметр, как рост ВВП, один из самых высоких в Европе, причем последовательно уже несколько лет подряд, 4-5% годовых в год. И рост, например, торгового оборота с Израилем очень впечатляющий. Он на данный момент составляет порядка полутора миллиардов долларов в год, и растет темпами больше 10%, то есть, значные цифры, больше 10% каждый год рост. Поэтому Польша – это очень важный торговый партнер. Плюс, опять же, Польша – это Европа, это одно из крупнейших европейских государств по численности населения, и, естественно, лидер Восточного Блока, та же Вышеградская четверка, то есть, страна, с которой нужно считаться, по крайней мере, в экономическом аспекте. – Миша, а вот каков статус вот этой Вышеградской четверки? То есть, кто в нее входит, кроме Польши и Чехии? А, ну, Польша, Чехия, там, Венгрия, и четвертый кто-то… – Словакия. – Словакия, да? То есть, вообще, что это за форум, два слова буквально? То есть, в чем его важность, и почему его собирались проводить вообще в Израиле? – Ну, в Израиле, я начну с конца. В Израиле по просьбе, естественно, премьер-министра и израильского правительства для того, чтобы продемонстрировать вот такую дружбу и сплоченность. Плюс, опять же, здесь больше политический аспект, потому что, к сожалению, из европейского сообщества нас в основном поддерживают в политических аспектах вот именно страны Восточной и Центральной Европы. То есть, бывший соцлагерь, можно сказать. И вот наиболее развитый, потому что Болгарию я отметаю, Румынию тоже, а вот наиболее такие солидные центрально-европейские, восточно-европейские страны, они объединились вот в такой форум, и там они решают, например, то есть, это координация политических вопросов, вопросы, как взаимодействовать внутри ЕС. И в отличие от флагманов Европейского Союза, какими являются, как мы знаем, Франция и Германия, интересы страны Восточной и Центральной Европы не всегда совпадают с интересами Франции и Германии. В частности, например, вот совсем свежий пример, это вопрос по продвижению газового проекта «Северный поток-2», где Германия оппонирует, собственно, Польшу. И вот, к сожалению, вот эта встреча, опять же, я возвращаюсь к началу, эта встреча Вышеградской четверки вне пределов Европы, вне Вышеграда, она отменена на данный момент. На Ваш взгляд, Вы вот в начале нашего разговора заявили, что, скорее всего, в ближайшее время все наладится, но на самом деле конфликт с Польшей тянется уже достаточно давно. Так сказать, он так на медленном огне варился, его то немножечко подогревают, то немножечко охлаждают. Вот сейчас его подогрели довольно решительно, причем, так сказать, двумя хорошими шлепками, да, то есть сначала премьер-министр, потом министр, исполняющий обязанности, министр иностранных дел. Как долго, на Ваш взгляд, это будет продолжаться? И все-таки может ли это привести, я повторяю свой вопрос, к каким-то экономическим последствиям для нашей страны? Я не думаю, что, поскольку, опять же, добрая воля присутствует, и никто не собирался никого обижать или оскорблять, современные поляки, в общем-то, достаточно настроены благожелательно по отношению к евреям, к Израилю, это всячески подчеркивается. Тот же, например, Тадеуш Муравецкий подчеркивает, что у его жены еврейские корни, и когда Сейм и Сенат Польши приняли скандальный закон, поправки к закону национальной памяти, где под угрозой уголовного преследования запрещалось упоминать о преступлениях поляков во время Холокоста, в общем-то, этот скандал, он не должен был быть, и, опять же, я думаю, что он скорее ситуативный, он скорее тактический, и он будет, он сойдет на нет в течение ближайших дней, и, может быть, недель. Ну что ж, спасибо, Михаил Юровский, экономический обозреватель, надеюсь, что на этом все закончится, но, тем не менее, выглядит это довольно странно. Дорогие друзья, программа «Тема дня», переходим к следующей теме.